всем привет я опять пропала из youtube наверное по моим видео можно заметить как у меня уменьшается лицо и поднимается настроение с каждым разом что за это время произошло я уже вешу 58 килограмм я очень этому рада вес конечно начинает снижаться намного медленнее но это и понятно чем меньше тем кто не знает я скажу у меня рост 159 вес когда я забеременела был 71 потом я у меня был токсикоз я скинула 3 килограмма и опять начала набирать и в общем пошла рожать я 86 так вот после родов я приехала домой 80 килограмм потом там сходили отеки так далее как-то быстрый вес наверно сошел где-то за два месяца может быть и весила примерно 75 76 74 вот точно не помню я особо не взвешивалась я просто начала себя уже ограничивать сладком и пошла на марафон два раза я была на марафонах практически два месяца скинула я на марафонах до 74 там я считала к бжу калории и занималась спортом но очень редко потому что времени особо не было самое главное мне было питание птп по калориям потом я уже сама начала худеть ну питаться уже маленьких количествах уже подключила спорт и с каждым разом у меня вес уходил уходил сейчас я уже вешу песни сейчас я уже вешу 58 и и продолжаю худеть у меня вместо штатива коляска я надеюсь мне там голову не обрезала потому что я даже не посмотрела как я там кадр и вот что еще интересного за это время я подала наконец документ на гражданство цену я наверное подала с 4 или 5 раза это было не очень хорошо было сложновато я прикреплю какие документы я собрала но в принципе они есть на сайте посольства есть некоторые загвоздки которые за которых у вас могут быть всякие проблемы поэтому не факт что вы с первого раза подойдите а может быть и с первого раза вам повезет я скоро еду в россию вот 27 я поеду получать паспорт еще хотела сказать важно уточнение по поводу документов то что если у вас регистрация в россии конечно же у вас есть регистрация в россии в паспорте не нужно вписывать ее в анкету потому что в сеуле мне один раз сказали что мы не можем вам сделать гражданство потому что у вас регистрация в россии и вы сделаете гражданство только в россии я поэтому и не смогла все или подать и вам обязательно нужно ехать с мужем и с ребенком, потому что муж должен подписать соглашение прям при них, согласие. А ребенок нужен, чтобы сделать паспорт. Если вы подаетесь в кусание, возможно, вам могут сделать за один день. По закону нельзя так делать, но они могут сделать за одним числом. А паспорт нужен обязательно ребенок. Мне, конечно, простили, и я ездила с мужем только, ребенка не взяла, но сказали, когда я буду получать паспорт, мне нужно обязательно приехать с ребенком и показать ребенка. Не знаю, зачем это надо, но сам факт, что 27 числа я поеду с ребенком получать паспорт, гражданство и все, что нужно. Мне гражданство сделали практически за неделю. Я поеду в Кусан чуть позже, потому что сказали приехать лучше по записи, потому что может не хватить мест, времени и так много народу сидит, и они сидят в очереди, ждут. Не факт, что вы успеете. За неделю мне его сделали, 9 числа оно уже готово, но запись ближайшая 27-го. Еще я буду делать вакцину 13-го числа. Я вообще записывалась на 14-е, но не суть важна. Из-за того, что 13-го буду делать вакцину, я боюсь, что я буду болеть, поэтому я с 14-го запись принесла на 27-й. Буду вакцинироваться только, потому что, скорее всего, у меня очень слабый уже иммунитет, и как бы вакцина, она мне даст переболеть не так сильно короной, а я уверена, что как-нибудь в будущем я по-любому ей заражусь. Наверное, я буду отправлять посылку, потому что я не хочу везти много вещей. Ты, блин, мне, наверное, места не хватит. На нас двоих вещи, еще плюсы, подарки всякие, наверное, я отправлю все-таки посылку. Я уже узнала то, что за 170 тысяч вон можно отправить 10 килограмм. Конечно, это капец как дорого, но это дело. Я себе купила тамблер, и теперь кофе я покупаю только с ним. Дело в том, что я часто пью кофе и стаканчики постоянно приношу домой, так как в Корее мусорок особо нет. Их мало здесь, вообще очень мало. Поэтому я постоянно притаскиваю домой, и у меня целая гора стаканчиков дома стоит, их приходит постоянно выносить. Короче, это запарно. Я себе купила тамблер, я лучше его помою, чем я буду постоянно эти стаканчики собирать, они будут у меня копиться, у меня такой хлам из этих стаканчиков. Ещё делают скидку, если ты со своим тамблером, 100 тысяч вон, мне один раз делали 500 тысяч вон. В общем, это зависит от кофейни, на какую сумму вам делают скидку. Ещё хотела сказать, что не бывает волшебных пилюль, и некоторые, конечно, пьют таблетки, худеют всякими там голодовками и так далее, но вес возвращается, и от этого никакого толку. Это очень вредит организму, поэтому лучше хорошенько попотеть, потерпеть, а потом уже радоваться результату. И вы не наберёте так быстро, как вы набрали бы, если бы голодали или пили какие-то покудательные таблетки. Нет, волшебные пилюли. Я за 22 килограмма скинула за 4 месяца. Я думаю, это нормально. Вот это. С момента вакцинации у меня прошло где-то часа три, наверное, четыре. Ну, вроде, это состояние нормальное, но немножко такая слабость, не сильная. Вот. Хочу у меня распаковочку сделать. Я сходила в Топтен и в Найк, у нас вышли на... В Найке мы купили три футболки, они вышли на 150 тысяч вон. И в Топтене мы купили на 125 тысяч вон. Мне Топтен нравится, там очень классное качество. По-моему, это японская одежда, если я не ошибаюсь. Вот эти джинсы купила, я себе давно их хотела, но из-за того, что я была полной, у меня... Мне бы они не пошли. Тогда я похудела, я их померила и прям... Я была на самом деле до чести то, что я их купила. И футболки мы с мужем носим на двоих. Например, день он носит, день я ношу. Поэтому он покупает очень много разных футболок, которые мы с ним вдвоём носим. Но это у мужа, мне она не очень нравится. И ещё на мне футболка тоже из Найка. Они все из Найка по 50 тысяч вон. На руку нету примерно, может быть, две с половиной... Ой... Вот это две с половиной тысячи рублей. Я что-то даже не сдумалась, не считала. И вот эта мне очень понравилась, вот она уже сидит. Возможно, я её у него забирала. И из топ-10 мне очень нравится качество. Оно прям... Я не знаю, вам видно, но мне очень нравится качество. Очень нежная ткань. Просто однотомные футболки такого типа. Ой... Чёрная такая и такая. И... Что ещё? А, ну и муж себе шовку покупал, но они не здесь. А вот. Здесь. В принципе, всё. Сегодня я надеюсь, что я буду отдыхать, ничего не делать. Потому что, мне кажется, ночью я буду болеть, у меня поднимется температура. Потому что, когда муж делал вакцину, он очень болел и пил жаропонижающие. Я очень не хочу болеть. Сейчас у меня такое непонятное состояние. Вот сзади ощущение какой-то тяжести что-ли. Вдыхать тяжело, как будто мышцы болят. Вот. Вот так, в принципе, норма. Я надеюсь, так и дальше будет. Ну, по-любому у меня поднимется температура, если я буду плохо чувствовать. Всё. Доброе утро. У меня, на удивление, не было температуры ночью. Но у меня очень сильно отекло лицо. Вообще всё отекло. Я прям как будто меня пчёлы покусали. Прям очень хреново. Но температуры не было и чувствую себя более-менее норм. Жарко, кажется, но в основном нормально. Нормально. Я хотела показать вам средство, которое мне очень помогло. У меня очень сильно выраженные чёрные точки. Вот здесь. Чёрные точки – это сальные нити. Вот. Их очень сильно заметно. Я увидела в ТикТоке у девушки вот такое средство. Я ссылочку прикреплю. И она его хвалила очень. Я один раз… Фак. Я один раз попробовала. Мне что-то как-то сначала не очень зашло. Потом я решила второй раз попробовать вечером. И я заметила, что оно прям реально так хорошо очищает. Я была очень удивлена и мне очень понравилось. И, наверное, пять раз… На пятый раз у меня они уже очень-очень маленькие стали. Хотя они были очень-очень большие. И там прям ямки. Ямки от того, что сальные нити вычистила. И остались вот эти вот дырочки. Я после вот этой вот… Это масло. Гидрофильное масло. Я после этого масла наношу… Ну, блин, любую щепенку. У меня вот эта вот штука. Просто умывашка для лица. И всё. Самое главное, что вот эта штука очень хорошо чистит сальные нити. Да. Сейчас я постепенно навожу крикор. Я ему давала брокколи, кабачок. Сейчас хочу сделать горечку. Это капец как сложно в блендере маленькое количество взбивать. И, блин, детскую тарелку один раз увенил и уже взбил. Мне кажется, для детей должны делать бронированные тарелки. Сначала я давала брокколи. Вот брокколи у него животик болел. Давала кабачок, ему очень понравилось. Сейчас я сварила гречку. Овощи я покупала в органическом магазине. А гречка у меня ещё была. Я из России привозила. Я думаю, ничего не будет такого страшного, что я больше неорганическую даю. Я просто слышала то, что нужно давать органические продукты. Ну, все по-разному делают прикорм. Какой у меня может быть. Я снять. Мои, ага. Не рекомендуем. Мои. Ага. Ага. Та. Ага. Самилия в гости, в гости, в гости. Места из гости. Но, какому сейчас не было. И- GRA я, с нами, с нами. В гости. Ага. Места. Э-о, у меня.